Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о фестивале фрегатов, который практически ежегодно проводится в лондонском Гринвиче под названием Tall Ships, то есть высокие корабли. Фестиваль Tall Ships проходит в Лондоне буквально уже около 30 лет, однако о нем я узнала только в 2014 году, когда уже 3 года прожила в Лондоне. И то мне позвонил брат и сказал, что в Гринвичевских доках стоят большие такие высокие корабли, если хочешь съездить туда, посмотри. Так как он знал, что я увлекалась культурой и мероприятиями в Великобритании, снимала это все, интересовалась. И вот он решил мне сообщить, потому что он там где-то в это время работал, и ему удалось попасть на один из фрегатов, походить там, посмотреть вокруг. Это был русский корабль. Крузенштерн, по-моему. Не знаю уж тот, который участвует в Алых Парусах или нет. Но это был 2014 год. Сейчас наверняка российские корабли не участвуют в этом фестивале. А вообще, это международный такой парад фрегатов. Ну, кто там мимо проплывал? В районе же сентября в Великобритании проходит регата. И вот к этому мероприятию приурочен еще и вот такой вот парад фрегатов, которые в это время стоят на якорях в Гринвичевских доках. И некоторые из них владельцы позволяют посетить, посмотреть, что находится на палубе и даже покататься. Ну, по-моему, это платно. Ну, и так как Стас сказал мне, съезди и посмотри, я взяла с собой эстонскую подругу Самату. На тот момент у меня была такая подруга. И мы поехали на открытие этого фестиваля под названием Tall Ships. Там вечером организовалось прямо целое такое шоу с салютом, с проходом вот этих вот огромных кораблей. И было яркое, красочное шоу со светящимися рыбами, медузами. В общем, как это все было, показываю вам сейчас. Привет, привет! Привет! Красавчик! 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 Мне очень понравился этот праздник, и на следующий год я уже к сентябрю стала искать информацию о фестивале Tall Ships и нашла, что в доке Кеннери Ворф прибудет колумбийский огромный фрегат под названием Глория. И так как я любила район Кеннери Ворф, я поехала туда посмотреть, как же это выглядит старинный фрегат в огромном современном таком районе небоскребов. И я нашла его, вот как это выглядит, вам показываю сейчас. Я перешла по мостику и добралась до самого корабля. И там оказалось, что целая команда пришвартовывалась, ну как-то кидала якорь, что ли, и в общем намывала весь этот фрегат. И я сделала даже целый репортаж и пофотографировалась с моряками, с ребятами, и командиров сфотографировала. В общем, со всеми пообщалась. Мне позволили пройти на палубу, посмотреть, как там, что у них находится. Мне подарили вот такую вот венечку в знак дружбы с названием страны Колумбия. У меня было несколько друзей колумбийцев, и мне было очень приятно, что команда колумбийского корабля, прибывшего на фестиваль Толл Шипс в Лондон, тоже презентовала мне вот такой подарок. Я потом ходила и своим друзьям показывала. Говорю, вот мне подарили с вашей страны. А дня через два в этом же месяце проходил колумбийский праздник в районе Сити Холла. Ну, там такая небольшая площадь, парк, небольшой парчок, и там была разная национальная еда Колумбии, и показывали вот такие вот танцы. Музыка 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 Продолжение следует... Реальные колумбийцы, ну то есть сообщество, которое живет в Лондоне, прибыло на этот праздник. И под завершение этого всего концерта этот корабль «Глория» проходил через Таврский мост. Я впервые, кстати, увидела, как открывается Таврский мост и как через него идет такой огромный корабль. Естественно, я все это сняла. И для меня было удивлением и шоком, когда все люди вокруг меня запели колумбийский гимн. Вот как это было, вам показываю сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok На палубе стояли морячки, вот эти вот, с которыми я общалась, и махали людям белыми платочками. В общем, было очень красиво. А когда корабль уже уходил, это был уже вечер, там еще включились такие огоньки и просто, ну я не знаю, завораживающее зрелище. И еще в этом же доке в Кенри Ворф я посетила корабль «Тенасиус». Наверное, так это произносится. Он был из Сауп Кентона. Ну, походила там, стукнула в рынду, посмотрела пульт управления, в общем, какие-то там каюты, что-то мне показали. Ну, там была экскурсия, кстати, вот я говорю. Можно иногда на эти корабли хозяева в какие-то определенные часы разрешают зайти. И даже нам что-то рассказывали про этот корабль. Народу, правда, было немного. Это был будний день, середина дня. Но вот так вот иногда можно попасть и узнать что-то интересное и новенькое о таких вот кораблях. В следующем, в 2016 году, в сентябре это тоже было, я поехала в Вулвич-Арсенал. Это небольшой такой райончик в самом Гринвиче. И там в основном пришвартовываются все вот эти вот фрегаты. Я походила, порассматривала, ну, там, что было представлено, по-моему, около трех-четырех кораблей. Не помню, из каких стран точно всегда участвуют Голландия. Может быть, еще какие-то... Ну, Великобритания, скорее всего. И я пофотографировала эти корабли. Было такое темное небо. Уже был закат. Ну, я вечером поехала, видимо, после учебы. И лучи солнца проникали сквозь это черное небо. И кадры были просто потрясающие. И что-то я даже пока шла вокруг этих кораблей, ну, там по набережной проходишь, смотришь на них с набережной. И что-то даже поснимала, пофотографировала себя на их фоне. И вид на закат, лучи от солнца которого падали на мой любимый лондонский район Кеннери-Ворф. Было просто потрясающе такое зрелище, что я не удержалась и сняла это на видео. А потом еще и решила и себя снять на память, что вот я тут была. Я тут был. Так, сейчас мы находимся... Где мы находимся? Здесь Мурчерс. И снимаем корабли. Вы когда-нибудь увидите красоту заката в Минтонии? Офигенно. Посмотрите. И вот такой вот Кеннери-Ворф в зените солнечных лучей у меня получился. И я просто была в восторге от того, что просто видишь вот эту вот природную красоту. Ну и огромные красивые фрегаты на этом фоне. В 2017 году я, по-моему, пропустила или не было этого фестиваля. А в 2018-м, ну, что-то сбилось. И фестиваль проходил уже в июле. Я поехала туда на автобусе. И вот пока я ехала до станции, по-моему, опять в Лулович-Арсенал, где мы уже планировали встретиться с моей подругой Ольгой из Екатеринбурга. Я что-то сняла на видео, рассказываю. Правда, ничего не слышно, но по сторонам видно Лондон. Ну, я просто говорю, что еду на фестиваль «Толл Шипс», вот, который ежегодно проходит в лондонском Гринвиче. Да, еще там, где мы с Ольгой встречались, я сфотографировала такой большой Теско. Ну, просто пофотографировала район, походили вокруг него, посмотрели. Сам райончик тоже видео снимала, но куда-то оно у меня тоже пропало. Ну, что есть, то показываю. И вот этот Теско на следующий день у меня купила какая-то газета, по-моему, метро. И заплатили мне тогда неплохо, около 50, что ли, фунтов за эту фотографию. То есть я еще и заработала на этом. Но мы с Ольгой дошли до фрегатов, пофотографировали друг друга на их фоне, посмотрели, я поснимала видео и отправились домой. В 2019-м я уже улетела из Лондона и с тех пор больше не знаю, проходит этот фестиваль или нет. Но если вас заинтересует информация об этом фестивале, просто в Google забивайте «Tollships London» и поисковик вам выдадет информацию, когда этот фестиваль будет проходить в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok